Разрешите представить вашему вниманию информацию про наш институт и про нашу лабораторию, непосредственно и ту, какую роль играет наша работа, в том числе и в получении такой органической продукции. Можно следующий сайт. Вообще одним из ключевых элементов биологической защиты растения это использование сортов устойчивым к патогенам. То есть то, что обусловлено иммунитетом, простыми словами говоря, устойчивость к заболеванию. Следующий этап. Вообще цель и задача, которую наша лаборатория решает, это разработка теоретических и методологических основ иммунитета зерновых культур для усиления селекции на устойчивость к грибным заболеваниям, а также способ рационального использования генетического потенциала устойчивости растений. Это таким сугубо научным языком, если говорить следующий этап. Вообще направление исследования лаборатории это изучение структуры изменчивости популяции, это оценка генетического разнообразия растения хозяина. Третье это изучение приемов сохранения и продления устойчивости растения хозяина. И разработка технологий применения иммунно-генетических и биорациональных средств защиты растений. Следующий. Вообще мы проводим целый комплекс исследований, которые постоянно во взаимосвязи находятся. Это и мониторинг видового состава возбудителей болезни, это и изучение мультипуляционного состава возбудителей болезни, изучение тенденций изменчивости структур популяции, их прогноз, их изменения. И параллельно идет изучение сортов, изучение типов устойчивости, изучение генетики устойчивости этих сортов, поиск источников устойчивости. То есть все это идет в таком вот комплексе. Следующий, пожалуйста. Можно следующий слайд? Ну, я не буду заботрять внимание, это вот основные патогены, следующий, которыми… Следующий, следующий, да. Следующий, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, пшеница, следующий, желтая пятница с листьев, следующий, у карликовой ржавчины ячменя, и следующий. Это были основные патогены, с которыми работает непосредственно наша лаборатория во взаимосвязи. И первый самый этап, который наиболее приближен к сельхозтоваропроизводителям, это оценка сортов зерновых культур, в данном случае пшеницы и ячменя, на устойчивость к заболеваниям. Наш институт взаимодействует с крупнейшими селекционными центрами Юга России, такие как научный центр «Зерна» имени Лукьяненко, Ростовский аграрный научный центр, Федеральный ростовский аграрный научный центр и Северокавказский научный центр «Ставрополье». В данном случае на пшеницу в течение трёх лет была проведена оценка к заболеваниям, вот к этим четырём на пшенице, и 20 сортов устойчивости к заболеваниям ячменя. В данном случае мы видим, здесь представлено количество образцов, которые в течение этих годов проявили устойчивость к заболеваниям, которые здесь перечислены. Но наибольший интерес представляют те сорта, которые устойчивы не к какому-то одному конкретному патогену, а к двум, к трём и даже к четырём патогенам мы видим сорта, вот такие сорта, как хлебород, улубий, ориоза и форта. Это сорта, которые к трём видам ржавчины и к жёлтой пятнистости проявили вот такую устойчивую реакцию. А по ячменю мы видим, что здесь из 20 сортов было 15 устойчивых к сетчатой пятнистости, тоже один из таких патогенов очень актуальных в нашем регионе, и к карликово-ржавчине устойчивых сортов не было обнаружено, но среднеустойчивых. И по ячменю, к сожалению, только один сорт можно рекомендовать, который устойчив к сетчатой пятнистости, так среднеустойчив к карликовой ржавчине, сорт Валерий. Ну, дальше, следующий. Также, поскольку мы взаимодействуем с Центром генетических ресурсов Санкт-Петербурга, мы у них, ну и также не только с селекционными центрами, мы берём у них разный селекционный материал, разные образцы, также пшеницы, ячменя. Оцениваем также на устойчивость к заболеваниям. То есть вот также были отобраны образцы, устойчивые к перечисленным заболеваниям, но и образец, который устойчив к четырем патогенам, но это больше скорее образцы, они скорее идут как источник для селекционных материалов, для больше такой, ну, направленность селекционная. Следующий. Ну и также вот мы оцениваем вот сорта с генами устойчивости на нашем инфекционном фоне, и вот перечислены опять же носители вот этих генов, ну, опять же, эта информация, она больше направлена на работу с селекционным материалом. То есть вот дальше. Следующий. Ну, также мы в своих лабораторных условиях проводим вот идентификацию вот этих генов устойчивости в разных известных сортах пшеницы, ну, в данном случае это сорта пшеницы, вот были обнаружены очень высокоэффективные гены, которые вот присутствуют вот в этих сортах, которые вот в данный момент высеваются в регионах. Вот. Следующий этап. Ну, и также методом гибридологического анализа также были идентифицированы гены, но это больше не сорта, это скорее сорта-образцы, но опять же, это больше такая информация, она как направленный такой селекционный. Следующий этап. Ну, одним из тоже элементов защиты растений является использование в том числе и смесей сортов против заболеваний. Ну, здесь на примере желтой пятнистой стилисты в пшенице мы, в принципе, видим, что использование в разном сочетании устойчивого и восприимчивого сорта дает, ну, в принципе, и эффективность против заболевания и дает какую-то небольшую прибавку к урожаю, особенно вот на последнем варианте. то есть, тут смысл в чем? То, что используется сорт восприимчивый к патогену, но он чаще всего может быть довольно высокоурожайным и наоборот, сорт, который не обладает урожайностью, но он зато высокоустойчив. И вот их разное вот такое вот сочетание дает, ну, такой вот эффект защиты без применения химии, опять же. Следующий. Ну, и также вот тоже, опять же, такой экспериментальный этап это изучение влияния индукторов болезни устойчивости, на стяжение пораженности растений, вот, к заболеваниям. То есть, ну, используются как вот известные препараты, которые вот, ну, зарегистрированы, так и вот разные экспериментальные препараты, которые разработаны непосредственно нашим институтам. И вот, опять же, препараты на основе экстрактов трав. Вот тоже докладчик до меня упоминал такой вот факт, что растительные экстракты влияют на вот это вот иммунитические, ну, иммунологические свойства растения. И здесь вот мы видим, вот, что вот особенно живит, экстракт живицы, бадьяна и сельдерея, дает снижение развития заболеваний и биологическую эффективность. И кое-где даже она достаточно высокая. Вот. Следующий. Так, ну, это вот, это были данные на, ну, в тепличных условиях. Это вот полевые, данные полевых исследований, вот на примере стеблевой ржавчины мы видим, что вот в данном случае сработали два индуктора. Ну, это экспериментальные, опять же, институтские препараты. И экстракт бадьяна дает тоже вот, в принципе, конечно, не такой высокий эффект, как в лабораторных условиях, но тем не менее 43%. Ну, следующий. Так, ну, в принципе, мой доклад окончен. Вот предоставленная информация, наш сайт, ВК, e-mail. Ну, собственно говоря, благодарю за внимание. Ну, это, опять же, это должны же быть сорта, которые непосредственно произведены местными, ну, селекционными центрами. И оценку же нужно проводить, опять же, в вашей зоне. То есть вот на ваших условиях, чтобы... Ну, например, наши самые популярные сорта, которые в органическом объекте там снизу. Ну, мы, да, ну, мы же, опять же, получается, их оцениваем той популяцией, которая присутствует у нас. Ну, Кубан, наша там, южно-российская, кубанская. А желательнее, вот если вот где-то вот у вас в Воронежской области вот какой-то вот участок, на котором будут вот эти сорта засеяны, и на которых будут именно те популяции, которые вот у вас. Субтитры сделал DimaTorzok